всем привет с вами ольга чернова и огородная звука 8 мая я только что рассказывала о том что схемы посадки томатов у меня в огороде разные в зависимости и от места и от строения куста томата сейчас мы поговорим на тему два томата в одну лунку будем продолжать все ли сорта томатов можно так высаживать я вам скажу с какими нужно поосторожнее быть опасаться какие вам принесут много хлопот при высадке вот при такой как вот я высаживают я вам показывал здесь что 15 сантиметров между ними оставляю к одному колу все не все хотят так выращиваться я зимой уже рассказывала что есть такие сорта вот у меня например петруша огородник сибирская тройка которых очень активно вырастают пасынки и которые на этих пасынках очень много могут вам дать плодов поэтому большинство пасынков не убираем оставляем их много и за счет вот этого расширения куста не в высоту а в ширину разрастания их очень сложно вот так вот высадить подвязать вот так вместе культурненько они делаются как бы кусты кому интересно посмотреть прошлогодние летние видео они делаются кусты как шарообразные если мы их рядом друг с другом высадим вот на 15 сантиметров будет очень сложно они так и нужно больше простора и поэтому такие сорта вот я например там высаживала в один ряд я делаю между ними расстояние большое прям сантиметров 30 я просто их как обхватываю и к одному колу притягиваю но чтобы они не падали но не очень близко все-таки они более индивидуальные такие нужно много расстояния вот сейчас я буду вот из этой из 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 огромного моря от этой рассады я сейчас буду садиться и отсортировать какие томаты я буду высаживать 2 томата в одну лунку я уже показывала 1 грядка подготовлена под два томата в одну лунку а какие томаты я буду высаживать одиночно какие вот еще идут под одиночную посадку конечно вот эти томаты гиганты про которые я говорила у которых не плод-гигант, а у которого куст-гигант, у которого вырастает куст огромный, как пальма, как дерево. В прошлом году, я вот повторюсь, в предыдущем видео говорила, в прошлом году я нарвалась на чайную розу, которую я высадила в теплице, и еще два томата в одну лунку. Она как начала растить, растет как бамбук, делается толстая, делается как дерево, забивает все соседние кусты, и две в одной лунке им тесно. Еще такая же история приключилась с клубничным деревом, вот оно действительно вырастает как дерево, оно огромное, оно под потолок теплицы, оно разрастается во все стороны. В этом году я эти томаты высажу обязательно в открытый грунт, и обязательно по одной штуке в лунку. Но обо всех томатах мы же не знаем, вот у меня нынче очень много новинок, несколько сотен, я посеяла 300 или 400 новых сортов, ну конечно понемножку, какие-то по два всего, какие-то вообще по одному семцу, которые особо дорогие семена. И я, так как у меня не было возможности все их изучить, я можно сказать, что вот так высаживаю кота в мешке. И поэтому в этом году я решила, что новые сорта, вот сейчас буду отсортировывать, которые вообще, я о них ничего не читала, ничего не слышала, буду высаживать по одному в лунку. Почему? Ну опять потому же, что боюсь нарваться на томат-гигант, на томат-дерево, на томат-бамбук, который высадишь два в лунку, потом все лето будешь ходить вокруг него и скулить, что же с ним делать? Он разрастается не по дням, а по часам. И вот мой вывод, ну как, подытожить, чтобы эту тему, я не высаживаю сейчас по два томата в одну лунку те, которые на пасынках большинство урожая. Я говорила раньше про этот дамский пальчик, вот как пример явный могу привести дамский пальчик. Одна зрительница написала после вот того, как я рассказала о нем, она говорит, а я его даже исключила из своего огорода, потому что ухаживаю за ним, пасынкую, все делаю, а урожая ноль, ну там несколько этих. А оказывается, вот у таких, как дамский пальчик, у них почти весь урожай на пасынках, и удаляя эти пасынки, мы лишаем себя урожая. А если эти пасынки не удалять, он опять же вот так в ширину разрастается, ну как петруший огородник, и два томата в одну лунку, я его теперь никогда не высаживаю. Я теперь приловчилась в грунтовом варианте, как монгольского карлика его, он расползается во все стороны, все, но это все приходит, конечно, с опытом, с годами. Когда вы покупаете томат или где-то выписываете, очень редко пишется в описании, что это вот этот вот томат-гигант, который вырастет как дерево, потому что указывается обычно высота. Ну, высота томата, например, до двух метров, но строение куста ведь у всех разное. Вот до двух метров штраух, например, я с удовольствием выращиваю в теплице, он никому не мешает, у него много вот этих гроздев, они как виноград, я даже три ствола оставляю. Он никого не глушит, он никого не задавливает, он не томат-гигант, вот в смысле не томат-дерево, он больше похож как томат-лиана, и вот теперь у меня такие понятия, я разделяю или томат-лиана, или томат-дерево, все высокорослые, которые 2 метра до 2 метров, они делятся на томат-лиана, который можно выращивать под валунку, или томат-дерево, который лучше индивидуально вообще одного посадить. Он вырастает прям как высокий дуб. И на чем я остановилась, большинство этих сортов нигде не указано, будет ли он томат-лиана, или будет это томат-дерево, поэтому нам приходится все это испытывать опытным путем, на своих вот методом проб и ошибок, так что пока вы сами, если вы купили какой-то незнакомый сорт, вы можете нарваться и на томат-дерево, или может у вас томат-лиана, пока вы сами не вырастите и не увидите, вы не поймете, можно ли этот томат высаживать по 2 штуки в одну лунку. Вот я какие знаю, каких я остерегаюсь, я вам назвала. У меня петруша-огородник под запретом. Нет, я высаживаю на один кол, но делаю расстояние большое. Потом сибирская тройка, потом этот дамский пальчик, потом чайная роза, потом клубничное дерево, клубничный десерт. Но вот явных пока вот столько, остальные более-менее можно приспособить. Но пробовать нужно, конечно, самим. Пока вы сами не увидите это огромнейшее дерево, вы не поймете, что лучше не стоит его садить парами и высаживать. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Сейчас буду высаживать и по 2 лунку, и по 1 лунку. Но перед этим долгая, изнурительная работа по рассортировке на 3 части. В 3 разных грядки. Кстати, вот сразу наткнулась на лоток с петрушей-огородником. И вот так вот, глядя на него, как бы уже можно понять, он уже и намекает, что он-то будет, наверное, в ширину больше расти. Потому что, видите, он по возрасту не маленький, но он коренастый, такой толстенький. И когда попрут еще эти пасынки со всех сторон, он вообще будет больше в ширину шире, чем в высоту. Вот это у меня точно, про это уже давно испытано, что рядом их нельзя, им будет очень тесно.